Здравствуйте! В эфире международные новости в студии Инесса Буланкова. Перейдем к основным событиям этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню, в начале декабря Дональд Трамп принял решение перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. И признать этот город столицей еврейского государства. Это привело к обострению ситуации в регионе. В ответ на действия Трампа, Генассамблея ООН одобрила резолюцию против изменения статуса Иерусалима. Легендарный британский певец, музыкант и композитор сэр Пол Маккартни удостоен престижной израильской премии Вольфа. Церемония вручения награды состоится в мае текущего года в Кнесете в рамках торжеств по случаю 70-летия израильского государства. Еще одним лауреатом премии назван дирижер из Венгрии Адам Фишер. Победителей премии огласили в понедельник, 12 февраля, на специальной церемонии в присутствии президента Израиля Рио Вена Риблина и главы Вольф Фондейшн, лауреата Нобелевской премии Дана Шехтмана. «Я, как и многие израильтяне, храню вечную любовь к группе Битлз и Полу Маккартни», отметил глава государства. Отмечу, премия в области искусств присуждается по правилу ротации отдельных видов – живопись, музыка, архитектура и скульптура. Премия имеет высокий международный статус и нередко рассматривается как вторая по престижности после Нобелевской. Ну а многие лауреаты премии Вольфа впоследствии становились Нобелевскими лауреатами. Напомню, единственный приезд знаменитого исполнителя Пола Маккартни в Израиль состоялся осенью 2008 года в год 60-летия Израиля. Своё выступление перед израильской публикой Маккартни назвал «дружба превыше всего». Беженцы из Гамбии спасли итальянский курорт. На севере Италии недалеко от горнолыжного курорта выросла деревня Иглу. Ещё недавно её собирались закрыть, но теперь благодаря отстроенным домикам сюда вновь потянулись туристы. Задумка принадлежит ресторатору Давида Медали. Осуществить её помогли беженцы из Гамбии совершенно безвозмездно. Сейчас мужчины ждут решения по их запросу на убежище. Когда некоторые из них увидели, как я делаю снежные блоки, решили добровольно помочь. Бог создал снег, а сейчас человек сделал Иглу. Я очень взволнован, потому что это ещё один опыт в моей жизни, который свёл вместе меня и Давида. Он отважный, удивительный человек. Я ему нравлюсь таким, какой есть, и он мне тоже. Дело не в том, кто из Африки, а кто из Европы. Мы все люди. Переночевать в таком экзотическом месте стоит 100 долларов. В эту цену включён обед в ресторане и завтрак из экологичных продуктов. В деревне Иглу может разместиться до 17 гостей. Ну а гамбиец Амар Кантем надеется получить убежище в Италии и устроиться на официальную работу в деревню Иглу. На этом у меня всё. Далее в выпуске новости христианского мира их вам озвучит моя коллега Жанна Мамилова. Спасибо, Инесса. А у нас следующие новости. Следующая встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и вся Руси Кирилла состоится, когда они будут снова к ней готовы. Заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Ларион. Передаёт РИА Новости. В годовщину встречи Патриарха Кирилла с Папой Франциском в Вене проходит конференция, на которой представители РПЦ, Ватикана и ближневосточных церквей обсуждают вопрос с помощью христианскому населению Сирии. От Римско-католической церкви на конференции присутствует глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курткох. Решение о том, где и когда встретиться, зависит от Папы и Патриарха. Решение встретиться в Гаване было неожиданным. Это было общее решение этих двух людей. Я думаю, что когда они будут готовы встретиться снова, они найдут подходящее для этого место, сказал митрополит перед конференцией. Историческая встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании Международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю русской православной и римско-католической церквей. Необычный приговор вынес Ливанский суд. Мусульман, устроивших кощунственную акцию в церкви, обязали выучить наизусть стихи из Корана, прославляющие Иисуса и его мать, сообщает Седмица. Решение судей получило высокую оценку со стороны мусульманских лидеров Ливана, которые отметили, что этот приговор ознаменовал новый юридический подход, который может помочь разрешить социальные проблемы и победить религиозную нетерпимость. Несколько дней назад двое молодых мусульман, студенты техникума в районе Акар на севере Ливана, зашли в церковь и сделали оскорбительные жесты в сторону изваяния Девы Марии. Кощунники засняли свои действия на камеру и выложили кадры в социальных сетях. Вскоре полиция арестовала хулиганов и было решено провести судебный процесс как можно скорее, чтобы предотвратить возможный конфликт между христианами и мусульманами. В ходе заседания судья Жаслин Муата постановила вместо лишения свободы приговорить молодых людей к углубленному изучению исламской культуры. Судья зачитала аяты, в которых восхваляется Дева Мария, и постановила, чтобы подсудимые выучили эти стихи наизусть. Приговор был утвержден более высокой инстанцией, трибуналом города Триполи. Перед выходом на свободу оба молодых человека заявили, что раскаиваются в своем поступке. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте А я с вами прощаюсь. До новых встреч!